Алтайские центры экспорта не в первый раз уже второй в стране по показателям экспорта. И это не просто успех. Все помнят, 2020-й выдался весьма непростым, полным ограничением для компаний. При этом чуть больше тысячи малых и средних предприятий не прекратили поставки за рубеж. Компании, все эти цепочки были максимально потеряны. Но нам все равно удалось, благодаря вашей отроке, выполнить серьезные показатели и более ста компаний заключило контракт на более 8 миллиардов рублей. Из тысячи предприятий испытать свои силы в краевом конкурсе «Лучший экспортер» рискнули 17 резидентов. Три номинации «Прорыв года» – «Лучший в сфере промышленности» и «Агропромышленности». Аграрный сектор вместе с пищевой продукцией – давние лидеры на экспорт. На этот раз победителем стал производитель сока и масла из облепихи. «Ягодка у нас разделяется, идет косточка, идет вот эти все шкурки жмых отдельно, с которыми мы изготавливаем порошок, остается сок, из которого обезжиривается потом масло. Все, то есть мы не используем экстракции, никакие химические способы. Мы никакие там нефреоны выбежем, ничего этого не делаем. У нас натуральное облепиховое масло. Из ягоды такого качества продукции нет за упалом, единственное». По словам Татьяны, за границей облепиху любят едва ли не больше, чем в России. И на зарубежный рынок они работают давно. Не бояться осваивать его, в Алтайском фонде развития МСП призывают и других. «Это, конечно, и новый рынок сбыта, это новые возможности. Это более, может быть, эффективный способ продвижения. Потому что это доллары, это евро. Вы сами видите, как курс меняется, и выгоден он становится еще более для того, чтобы экспортировать». Кстати, в 2020-м алтайские производители стали активно выходить в маркетплейс, продвигать себя на онлайн-площадках. Так что не исключено, что по итогам 2021 года в конкурсе на экспорт будет представлено гораздо больше участников.